Когда у человека рассеивается энергия, он чувствует незащищенность, чувствует слабость. Если у человека питать продуктами, которые содержат очень много химии, такая личность к 30 годам – это уже потерянная личность, не имеющая энергии. Если человек не может себе найти вторую половину, значит, у него либо с психикой какая-то проблема, либо у него проблема с психикой, и в крайнем случае у него проблема с психикой. Если у человека питать продуктами, которые содержат очень много химии, то ребенок невольно будет пытаться снять стресс, который внутри накапливается, за счет раздражения нервных половых центров, нервных окончаний половых центров, будет стремиться к безудержному, к этой реализации, и ничего хорошего из этого не произойдет. Эта программа существует, и ее нам навязывают. Поэтому очень важно сейчас, опять же, я говорю, создавать культурные и духовные ценности. И вот есть, например, такой преподаватель Аманашвили. Да, он сейчас в Грузии находится, но он работал с детьми и в России, и в Украину приезжал очень много. Например, человек, который занимается гуманной педагогикой, то есть он обучает детей, правильно обучает детей, он с ними непосредственно работает, он объясняет, он разъясняет, доводит до сознания ребенка и формирует в нем личность. Правильно формирует личность. Это целая программа есть. Обратите на это внимание. Можно это самому делать, то есть нужно это все изучать. Поэтому я считаю, что здесь самым важным является начинать с себя. Родители должны всегда готовиться к тому, чтобы не заводить детей в тупик куда-то, да, завести и завести потом в тупик, а именно создавать условия, когда ребенок рождается, в этих условиях он должен развиваться правильно. Когда отец действительно отец и мать действительно мать, а не просто формально. Это вот с нас надо начинать. Пожалуй, у каждого человека есть знакомые, либо знакомые, которые в принципе толковые, начитанные, занимаются спортом, развитием, но при этом уже даже к 30-35 годам не имеют каких-либо теплых отношений семейных, я имею ввиду, супруга, либо же супругу живут одни, и их этот вопрос очень сильно давит. Что можно порекомендовать, посоветовать таким людям? Как им выйти из этого цикла одиночества? Те, кто не могут найти себе пару, я скажу очень просто, все. Женщина должна взращивать в себе женскую энергию, мужчина – мужскую. И когда человек повышает свои электромагнитные качества, когда повышает свои силы, да, пробуждает свои силы, духовные силы, а для этого нужно заниматься духовной практикой, других способов нет. Обычный человек не может привлечь себе, скажем, кого-то, если в нем нет чего-то, что может привлечь кого-то. То есть, проще говоря, если он не обладает энергией, он и денег-то заработать не сможет никак. Деньги идут туда, где есть сила, энергия, там, где ментальная сила, эфирная, астральная сила. Это если мы касаемся денег, да, а тут же мы говорим еще и о партнере, о союзнике. То есть, если женщина не чувствует в мужчине силу, она не пойдет за него. Но и наоборот, если он не чувствует энергию шакти в женщине, он не обратит на нее внимания. Обратите внимание, как у животных происходит. Они раздуваются, они перья свои показывают, красоту свою привлекают цветом, светом. То есть, раскрывается, допустим, рисунок какой-то, да, у птиц каких-то. То есть, они начинают совершать какие-то ритуальные действия, чтобы привлечь самку к себе. Он привлекает в себе внимание тем, что он имеет. Если человек не может себе найти вторую половину, значит, у него либо с психикой какая-то проблема, либо у него проблема с психикой, и в крайнем случае у него проблема с психикой. Речь идет о том, что он не использует свои психические силы для того, чтобы пробудить в себе энергию. Ему надо заняться духовной практикой, и он должен превратиться в настоящего мужчину. А женщина – настоящую женщину. Взращивать Ян и взращивать Инь. Женщина должна взращивать Инь, мужчина – Ян. И когда в нем эта энергия будет пробуждена, то он обязательно притянет к себе партнера. Ну, для меня партнер – слово не очень хорошим является в этой. Пусть будет союзника, любимого человека в будущем. Поэтому критерий истины – это практика, как я всегда говорю. Нужно заниматься духовным развитием, заниматься спортом, нужно пробуждать в себе качество. Если человек не занимается спортом, у него и гормоны не будут активны. А что он может притянуть к себе, если он не излучает ничего? Ничего не может. На него непросто, никто не будет обращать внимания. Вот. Ну, это мое мнение такое. По сути, есть очень много людей, которые не занимаются духовной практикой, занимаются чем угодно, и за ним бегают там, и он бегает, всякое случается. Но в конечном итоге ничего хорошего от этого тоже нет. Просто он природно, допустим, такой. Он родился такой вот весь из себя, и на него, на качество этой энергии кто-то притягивается. Но ведь мы говорим о том, чтобы качество энергии тоже было высоким. Можно иметь животный магнетизм, а можно иметь духовный магнетизм. Это разные вещи. Животный магнетизм — это когда человек из себя, весь себя такой, весь обладает силой, он какой-то такой на уровне животного, но сознание у него, оно оставляет желать лучшего. А духовный магнетизм — это пробужденная духовная сила, которая, в свою очередь, еще и животную силу держит под контролем. То есть такой человек и сильный, и привлекательный. Не обязательно, чтобы у него были накачаны руки, ноги. Речь идет о внутренней силе, и это ощущается многими. Вот за таким в первую очередь пойдут. Поэтому, если вы хотите, мужчины, привлечь себе женщин, будьте духовными лидерами, на которых можно опереться и на которых можно положиться. А девушки, если вы хотите привлечь себя в мужчину, вы должны пробудить в себе женские качества, к которым притянутся мужчины. То есть это аспект женской энергии, магнетизм, духовный магнетизм. Это важно и для мужчин, и для женщин. Я об этом часто говорю молодежи, среди которых нахожусь достаточно часто. И, кстати говоря, я заметил, что последняя тенденция очень хорошая. На семинары приходят молодые люди. Это говорит о многом. Именно на мои семинары имеется в виду. Потому что мы говорим об очень высоких, серьезных вещах, и подтягивается молодежь. 20, 25, 30 и так далее. Это хороший показатель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok